приветствую вас друзья мои сегодня я про кисти которые я использую в основном своей акварельной живописи к которому я только-только начал приобщаться и осваивать начал акварельную живопись вот из этих двух кисточек синтетики заправляем их водой они мне очень понравились и очень они удобные при живописи на пленере вот они такие стоит просто немного надавливать выпускать сюда воду протирать об салфетку и она моментально становится чистой совершенно поэтому мне они очень нравятся но насчет того какие они оставляют следы пока я не могу ничего сказать пока еще не пользовался дорогими акварельными кисточками я пользуюсь в основном вот этими кисточками они у меня 6 штук в наборе но я с собой ношу в основном две штуки лет и круглую кисточки я получил вместе с моими акварельными красками скрывался от бренд неизвестный ну к ним прилагались вот такие тоже 6 кисточек здесь вот я 12 размер и 10 размер пробовал немного использовать на деле ну пока они меня не устраивают и из другого набора у меня вот такие вот акварельные кисточки плоские это компания бениси выпускает такие кисточки в наборе они в таком замечательном футляре набор состоит из из 12 кисточек ну и которые я отсюда извлекаю и использую для разных своих целей они находятся у меня в студии но здесь тоже есть такие разные конфигурации кисти как для масляной для акрила и для акварельных красок сегодня я хочу протестировать скетчбуки компании ортеза бумага здесь с одной стороны она имеет текстуру с другой стороны она гладкая вот так без две страницы совершенно гладкие когда переворачиваешь эту страницу здесь две страницы с текстурой чтобы можно написать одну общую продолговатую картину пейзаж или там или вот такую такую или в такую вот ну чтобы две страницы они были специально одинаково сделан так в своих путешествиях на запланированном планере или на случайном планере я пользуюсь этим скетчбуком я сегодня буду писать то есть тестировать на гладкой стороне на гладкой стороне не рисую я хочу это использовать для тестирования протестируя первую очередь кисточку 12 размера компания scrawls art как я сказал это мало известная компания которая выпускает краски и кисточки я набрал краски и проверим насколько это долго хватит больше не выдает вот такая вот кисточка scrawls art 12 размер мыть долго ее нужно чтобы хорошо очистить от другой краски как его лучше показать вот промытая кисточка и опять моем и опять краска какой здесь волос непонятен как обычно говорят можно им управлять ну и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Видите, после промывания все еще краска в ней остается Она легко не промывается Можно попробовать также Десятый размер Тоже Scrawl Art С одного и того же набора Посмотрим Теперь проверим, тестируем на промывание кисточки Третий раз полоскаю обильно В воде в чистой Прежняя краска Значит будет сходить очень долго Цвет оставшийся в этой кисточке Будет переходить Смешиваться с тем цветом С которым работаешь И будет получаться Нежелаемый цвет Ну, теперь протестируем Синтетику Кисточку Бениси Девятый размер Цветы и синтетики тоже Цвет не сразу Уходит Остается тоже Приходится очищать дольше Это кисть Бениси Шестой размер Круглой формы С тонким Заостренным кончиком Попробую им написать Теперь пробуем на смывание Краска лучше смывается Очистилась быстро А вот теперь я вам покажу Мою синтетику Вот эту кисточку Которая имеет Призыва с водой В данном случае Конечно я буду Просто макать в воду И Использовать Ну что Теперь Насмыв Проверяем Полоскаем Третий раз Как я говорил Очищается очень легко Эти кисточки Очень быстро очищаются Легко очищаются От прежней краски Ну что Наверное пора А еще тонкую кисть Протестируем Вот Совершенно тоненькая кисть Ее протестируем Конечно Оно не для закрашивания Площадей Она для деталей Поэтому она Закончится Быстро Конечно Но Все равно посмотрим Насколько хватит Со своей задачей Справляется тоже Отлично Надо было мне Промыть Отсюда Вот Когда Вода идет Отсюда Она полностью Краску Спускает Вниз Так она Становится Быстрее Очищается Итак Первое место В тесте Занимают Значит Кисти Компании Бениси Я использовал Плоскую Девятый Размер И Круглый Шестой Размер Они Меня Порадовали Так что Мне надо Их Они у меня Футляры Хранятся Я их Не использовал Для акварельной Живописи Я теперь Принимаю Решение Что надо Их Использовать Для акварельной Живописи Я их Вытащу Наружу Чистим Кистим Алгу Плоской Десятый Размер И Круглый Первый Размер Которым Я Все Время Пользуюсь На Пленерах Пишу В своем Скетчбуке Можно Будет Даже Показать Некоторые Мои Рисунки Которые Я Делал В этом Скетчбуке Вот Мои Первые Первые Картины Которые Я делал В своем Скетчбуке Пытался Даже Нарисовать Портрет Своего Учителя Английского Языка Я его Очень люблю Очень Хороший Человек И я Писал Это В сумерках Вот Этими Вот Кистями Сидя В машине В ожидании Пока Мои Внуки Выйдут С тренировки Я слушал Английский Язык И в маленьком Окошечке Внизу В телефоне Он Значит Ведет Свой Урок Здесь Пишут Текст А здесь Он И вот С маленького Окошечка Я его Писал Ну вот Такие Вот Мои Кои Которые Я Пишу Этими Кистями Так что Они Меня Всегда Устраивали Второе Место Конечно Моим Проверенным Проверенные В работе Кисти С Резервуаром Для заправки Водой Эти Кисти Они Практичные Очень Удобные И Мобильные Можно Их Носить С собой В любом Месте Для Использовать Для Кленера На Скетч Куках И Вся Вот Картин И Конечно Третье Место Занимает Кисис Корнс Арт Которые Можно Рисовать Держать Они Очень Удобные Волос Не Выпадает Нисколько Но Единственное Заостренные Концы Не дают Желаемых Тонких Линии На Этом Я Заканчиваю Благодарю Вас За Просмотр Пишите Комментарии Ставьте Пальцы Вверх Кто Не Хочет Пальцы Вверх Ставьте Можете Вниз Я Не Обижусь Главное Напишите Комментарии Что Вы Думаете Про Кисти Которые Я Протестировал Все Друзья Мои Пока Пока До Свидания С вами был Сатринин Продолжение следует...